привет 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 как твои дела надеюсь что у тебя все хорошо а сегодня мы с тобой посмотрим на мой рюкзак маленький рюкзак и куртку обещал показать вот показываю это вообще первый рюкзак который я покупаю именно туристический это большой 40-литровый 40-литровый рюкзак но как я уже говорил я планирую лететь в перу и с собой я не могу брать багаж по нескольким причинам первое билеты с багажом стоят значительно дороже вот прям очень намного дороже и второе формат моей поездки не предусматривает таскание чемоданов то есть я практически всегда мы будем переезжать с одного места на другое и таскать с собой чемоданы это будет крайне неудобно поэтому я решил что мне нужен вот такой рюкзак он по размерам как раз проходит вручную кладь самолет и в него но как я надеюсь я смогу поместить все что мне будет необходимо он действительно большой он вместительный вот единственное что вот это все вот это вот все это одно большое пространство то есть этот по сути как один большой мешок для того чтобы удобно было им пользоваться вот здесь нижней части есть молния и открыв эту молнию мы видим что инструкцию то есть можно открыть снизу и попасть в нижнюю часть рюкзака то есть если вдруг что-то лежит внизу чтобы не копаться сверху все не вытаскивать можно здесь его открыть и сразу получить доступ внешнюю часть рюкзака это наверное удобно учитывая что у меня как уже я говорил ни разу не было туристических рюкзаков я пока не могу точно сказать что удобно что не удобно вот тут как раз попользуюсь это куи чуя бренд декатлона декатлона недорогой рюкзак стоит он если ничего не путаю 2690 почему не стал сразу покупать дорогой рюкзак во первых я но у меня нет опыта использования поэтому я сейчас вот с этим рюкзаком я пойму что не так что может быть по-другому и может быть для каких-то последующих если мне еще нужно будет покупать рюкзак туристический то я уже буду знать на что смотреть и как его выбирать вот здесь имеется вот такая вот резинка можно что-то прицепить но я пока не додумался что сюда куртку не знаю куртку можно свернуть этими резинками снаружи к рюкзаку прицепить единственное что мне пока пришло в голову вот здесь есть петли специальные петли для того чтобы вешать трекинговые палки но трекинговые палки мне в этот раз будут точно не нужны потому что во первых не такие длительные переходы во вторых не такой большой вес рюкзака то есть нет необходимости в трекинговых палках вот здесь замок открываем и вот здесь основная наша часть то есть как я и говорил он просто как мешок после того как все внутрь будет уложено просто затягивается закрывается верхним клапаном и защелкивается внутри есть карман на полне в этом кармане есть вот такой вот пластиковый коробильчик наверное не знаю ключи сюда прикрепить чтобы они не потерялись да наверное и есть два кармана которые идут вдоль задней спинки вдоль задней спинки в общем вдоль задней части рюкзака один карман на полне второй просто вот такой вот карман ну то есть как-то можно ну не знаю те же самые документы какие-то бумаги что-то еще все можно туда сложить сама спинка здесь жесткая то есть вот каркас сам по себе каркас жесткий так очень 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 вот вот сам рюкзак сделан из двухслойного материала внутри вот такая вот белая подкладка снаружи вот такой плотный синтетический материал это рюкзак ну как на сайте было указано он не влагозащищенный то есть ну какой-то там небольшой дождик ему не страшен абсолютно но если будет сильный дождь он промокнет поэтому для того чтобы его использовать во время дождя нужно дополнительно такой чехол покупать специальный чехол сверху он надевается на рюкзак и защищает его от дождя но почему не стал я брать этот чехол потому что если мы вдруг попадем под какой-то действительно сильный дождь то это нужно будет использовать дождевик а дождевик у меня полиэтиленовый он как палахон он очень большой и можно целиком вместе с рюкзаком влезть в этот дождевик поэтому ну не вижу смысла покупать отдельный чехол для рюкзака потому что ну ну зачем и то и другое как бы ну ни к чему абсолютно то есть ну даже да ну рюкзак будет сухой а я то промокну поэтому ну то есть дождевик решает эту проблему и чехол мне не нужен так 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 ну и теперь я предлагаю его перевернуть и посмотреть на него с другой стороны и вот так вот он выглядит значит с другой стороны получается ну что здесь здесь вот этот клапан сверху который все закрывает в нем карман в нем еще один карман то есть то есть положить в него что-то ну то что вот какие-то там срочно то что может понадобиться все это кладется вот в этот карман наверху также есть по бокам два кармана вот здесь и вот здесь два достаточно глубоких вместительных кармана но они в основном я так понимаю что это для воды вот эти лямки это на плечи и есть еще поясной ремень вот это вот ремень чтобы зафиксировать рюкзак на поясе на поясном ремне во первых тут вот такие мягкие вставки большие это чтобы можно было плотно его затянуть и он ну не натирал не давил ничего и вот здесь вот есть еще один кармаш вот это кармашек для очков то есть здесь внутри вот такой специальный мягкий материал для того чтобы можно было сюда убрать очки но очков у меня нету поэтому я думаю здесь можно всякие мелочи хранить можно же да можно вот лямки достаточно плотные изнутри они мягкие и лямки на крути можно тоже между собой соединить здесь есть специальный вот такой вот гребенчик вот ну вот это я так понимаю это какие-то дополнительные петли не знаю для чего их можно использовать в общем они какие-то написано было какие-то петли для пальцев не очень понимаю зачем если честно петли для пальцев нужны единственное что какая у меня есть догадка это когда ты его надел подтянул все ремешки зафиксировал есть ли какие-то ну не знаю какая-нибудь дорога неровная что-нибудь еще можно руками то есть сюда ты продеваешь палец и руками дополнительно фиксируешь лямки чтобы рюкзак не шатался не качался ничего чтобы с ним не происходило вот также для этого рюкзака можно купить пакет для воды пакет для воды он вставляется внутрь и вот сюда вот вот отсюда вводится трубочка то есть можно прямо эту трубочку вот сюда куда-нибудь подвезти и во время ходьбы не снимая рюкзак ничего из него не вытаскивая можно пить но я тоже я так подумал ну вроде как мне этот пакет ни к чему вот ну опять же если вдруг если вдруг появится необходимость в нем то я буду знать что вот что значит он в следующий раз значит уже буду брать этот пакет с водой вот в общем вот такой рюкзак так пока что ничего не могу сказать по поводу удобства а вот забыл показать вот здесь здесь сделаны вот такие две подушки они как раз приходится на лопатки и получается вот здесь вот свободное пространство и вот здесь вот в нижней части две подушки они упираются в поясницу то есть получается убор идет вот на эти четыре точки и вот здесь может в воздуху спокойно проходить за счет этого меньше потеет спина и более комфортно то есть именно хорошо вентилируется спина вот я видел более дорогие модели где здесь прям такая сетка сделана прям каркас ну там прям вот ну там прям целый каркас идет реально то есть ты надеваешь на спину и все у тебя вот прям здесь каркас вот это все как бы но это какие-то очень уже дорогие рюкзаки я пока подумал что мне наверное и такой вентиляции будет достаточно вот ну и что следующее про что расскажу это куртка так вот такая куртка это у нас кто это у нас сейчас покажу это термит термит ну я так понимаю что 1989 это год основания компании куртка термит почему именно такая это не теплая куртка она называется утепленная но на самом деле у нее по сути есть верхний слой есть внутренний слой и между ними прям тоненький тоненький идет прям тончайший слой синтепона прямо вот практически нету его основное предназначение этой куртки это защита от ветра то есть главное что от нее требуется это чтобы она не продувалась что она собственно прекрасно и делает она с капюшоном так термит вот это я так не понял если честно что это такое есть какая-то наклеечка с лабиринтом ну вот 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 то есть она ее главный плюс она очень хорошо сворачивается то есть ее можно свернуть и она прям вот ну небольшой такой прикидик получается она очень мало занимает место в рюкзаке и она легкая и еще у нее огромное преимущество то есть я перемерил огромное количество курток но есть пуховики есть вот прям такие тонкие-тонкие пуховики вот в них комфортно в них удобно в них прям хорошо и двигаться и все но они предназначены для более холодной погоды вот вот эта куртка она по сути ну в большинстве случаев она нужна будет утром и вечером ну то есть ранним утром и поздним вечером когда уже холодает днем будет достаточно тепло и куртка это будет не нужна поэтому пуховик вообще был бы ни к чему абсолютно даже тонкий но все куртки которые непродуваемые которые вот из такого плотного непродуваемого материала они такое чувство что они сделаны для того чтобы в них только стоять то есть вот в них двигаться неудобно руку не поднимешь ну вот сам по себе вот этот материал он не тянется это плотный материал который не растягивается но вот эта куртка сшита настолько грамотно настолько качественно что вниз спокойно можно наклоняться двигаться что-то еще делать и она не мешает движению она то есть максимально максимально удобная вот ну как на мой взгляд прекрасная 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 куртка вот ну и что у нас еще осталось еще остался маленький рюкзачок да давай сейчас быстренько еще тебе покажу маленький рюкзачок и вот такой вот прям маленький-маленький рюкзачок У него объем 10 литров. То есть это прямо вот тут. Очень коротенький. Коротенький, маленький, компактный. И самое главное, что он легкий. Вот этот рюкзак весит что-то в районе 120-130 грамм. То есть он практически невесомый, а он займет мало места в рюкзаке. Но чем он полезен? В каких-то... На какие-то ходить, там, не знаю, те же самые экскурсии, куда-то еще. В те моменты, когда мы уже, например, заселились в отель. Когда можно большие рюкзаки уже оставить в отеле. Вот с собой вот такой взять маленький. В него кинуть две бутылки воды. Какие-то нужные вещи положить. И все. И вот, как бы, ходить гулять именно уже вот с таким маленьким рюкзачком. То есть как, ну не знаю, как вот, как такой. Для коротких, для коротких прогулок. Вот. У него есть... Что у него есть? У него есть... Основной отдел. Основной отдел. И вот здесь карман. И здесь боковой карман. Ну, я считаю, что этого более чем достаточно. И еще огромный плюс этого рюкзака. Он стоил... Боюсь напутать. По-моему, 250 рублей стоит вот такой рюкзачок. То есть для своих целей, для своей стоимости, мне кажется, он подойдет вполне. Вполне, 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 вполне. Да, вот, 10 литров. Вот такие вот у него небольшие лямки. Ну, то есть он не предназначен под большой. А, нет, вот, вру, 145 грамм он весит. 145 грамм вес этого рюкзака. Но это крайне-крайне мало. Вот. Тоненькие лямки. Но он не предназначен под большой вес. То есть, если я не ошибаюсь, там было указано максимальный вес 10 килограмм. Ну, 10 килограмм, наверное, вряд ли когда-то в этом рюкзаке будет. Вот. То есть вот такой маленький рюкзачок для прогулок. Вот. Ну и что? Все. В общем-то, все, что я хотел, я показал. Единственное, что хотелось бы добавить еще раз. Огромная благодарность Селеру за то, что он принял непосредственное участие в приобретение вот этого всего. И куртки, и вот этих обоих рюкзаков. Да. Селер, спасибо тебе еще раз огромное за помощь. Да. Спасибо. Вот. Ну и что? На сегодня все. В общем-то, все, что я хотел, я показал. Да. Да. Вот. Ну и обязательно приходи еще. Мы с тобой какое-нибудь еще что-нибудь из моей одежды или аксессуаров посмотрим. Да. Ну и всего тебе самого-самого наилучшего. Любви, добра и удачи. Бис. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока.